Оборона Малой Земли – одна из героических страниц Великой Отечественной войны. Малая Земля – это клочок суши, отвоеванный у немцев в ночь на 4 февраля 1943 года южнее Новороссийска. Героическая оборона этого плацдарма длилась 225 суток и закончилась полным освобождением города от захватчиков. В бушующую зимнюю ночь на западный берег Цемесской бухты в районе Станички высадился десант морской пехоты под командованием майора Цезаря Куникова. Морпехи быстро выбили врага из своих позиций, при этом потеряв убитыми и ранеными всего четырех бойцов. Но это было только начало. Утром немцы начали атаки группы Куникова, пытаясь сбросить дерзких морпехов обратно в море. Десантники в первый день выдержали 18 ожесточенных атак и лишь только через сутки стали прибывать подкрепления, которые сходу вступали в бой. Немцы также, подтянув резервы, шли в новые атаки. Непрерывные яростные бои на плацдарме длились 7 суток и, понеся страшные потери, немцы поняли, что победить десантников уже не удастся. Они блокировали плацдарм и стали наращивать силы для проведения уже крупномасштабной операции. В эти суровые дни удержаться на плацдарме десантникам удалось благодаря личной стойкости, а также умелому руководству их майора, командира 305-го отдельного батальона морской пехоты Цезаря Львовича Куникова. Куников – это пример командира, которого любят солдаты, за которым идут и вагони в воду. Майор не прятался за спинами своих матросов, а всегда появлялся там, где было наиболее напряженно. Своею храбростью он нередко увлекал весь свой отряд, и матросы шли за ним часто в рукопашную, до каждого пулемета, до каждого дзота, до каждого солдата вермахта. Но майор Куников – это не сорви голова, как может показаться. Уже к 26 годам он получил два высших образования и до войны работал директором научного института. На фронт он пошел добровольцем, хотя имел бронь, и мог эвакуироваться в тыл. Каждую свою операцию Куников тщательно планировал. Именно он разработал план по захвату побережья, инструкции всему личному составу по борьбе за населенный пункт, а также проследил за тем, чтобы каждый боец его группы не просто ознакомился с этими правилами, но и усвоил их. Куников – это, несомненно, один из тех командиров, благодаря которому операция по захвату плацдарма прошла успешно. К сожалению, 12 февраля, на восьмой день боев на Малой Земле, когда уже немцы оставили свои попытки штурма плацдарма, Цезарь Куников был тяжело ранен. Ночью он пошел на косу принимать танки. Шальной снаряд упал на минное поле, находившееся рядом, сдетонировал одну из мин, и маленький осколок ранил героя в район поясницы. Куникова почти сразу перевязала медсестра Виноградова, переодела в чистое белье и эвакуировала в Геленджик. В госпитале ему сделали операцию, но усилия военных медиков оказались тщетными. Майор был очень плох, редко приходил в сознание, бредил, кого-то ругал и командовал. 14 февраля 1943 года герой Малой Земли скончался. На момент смерти ему было 33 года. Отчаяние распространилось среди бойцов 305-го отдельного батальона. Это были матросы, закаленные в боях, научившиеся не замечать утрат, но в этот момент каждый из них почувствовал себя сиротой. Когда их командира, майора Куникова, хоронили в Геленджике на городском кладбище, то офицер штаба нес за гробом на маленькой подушечке всего одну единственную награду, павшего на боевом посту воина – мирную медаль за трудовое отличие. А те немногие боевые товарищи славного майора, которые присутствовали на его похоронах, не стыдились своих слез. 17 апреля 1943 года Цезарю Львовичу Куникову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, которое он, несомненно, заслужил. По окончанию войны его прах был перезахоронен в Новороссийске на площади героев, в том самом городе, который смелый майор так страстно хотел освободить. 15 июля 1941 года, когда группа армий «Центр» штурмовала Смоленск, а группа армий «Юг» – Киев, в районе Новороссийска, пока еще в глубоком тылу для защиты Цемесской бухты со стороны моря, началось строительство новой береговой батареи. Ей был присвоен номер 394. В прибрежных скалах мыса Пинай рылись котлованы для четырех основных корабельных орудий, командного пункта, погребов для боеприпасов, а также убежища кубриков для личного состава. Батарея строилась по последним достижениям военного инженерного искусства, и даже во время арт-налетов могла уходить под землю. С позиции батареи отлично просматривались и бухта, и сам город Новороссийск. Командиром этого объекта назначили молодого, 21-летнего, старшего лейтенанта Зубкова Андрея Эммануиловича. 19 июля он прибыл на место службы и стал формировать личный состав батареи, а после ее постройки начал отработки боевых задач, дневные и ночные учения. Как командир батареи Андрей Зубков был на своем месте. Он обладал хорошей теоретической подготовкой, у него была прекрасная память, он помнил все основные ориентиры в своих секторах. Стрелял Зубков изумительно. 394-я батарея в сентябре 1942 года внесла ощутимый вклад в отражение атак 17-й армии вермахта. Ее орудия тогда смотрели в сторону станицы Неберджаевская и вели огонь по наземным целям. Интересный факт. После захвата немцами Новороссийска у Зубкова появилось прозвище «регулировщик уличного движения». Все дело в том, что находясь в 14 километрах от города, он точно попадал в движущуюся по улицам немецкую технику, изрядно при этом удивляя своих товарищей. Немцы же часто удивиться даже не успевали. Именно такой артиллерист и нужен был майору Куникову для проведения десантной операции. По его плану артподготовка должна была начаться одновременно с высадкой штурмовой группы. Орудия должны были бить непосредственно перед наступающими морскими пехотинцами, поражая огневые точки противника. Так и случилось. Огненный вал, созданный батареей Зубкова, катился от побережья, переходя постепенно вглубь обороны немцев. А морские пехотинцы майора Куникова, не давая времени опомниться оглушенному врагу, буквально вбегали в разрывы своих снарядов, выбивая оставшихся ошеломленных немцев из своих укрытий. Морпехи Куникова были точно уверены, что Зубков не промахнется. Впоследствии артиллеристы 394-й батареи часто поддерживали своих товарищей на Малой Земле, нанося удары по позициям немцев и срывая их грозные атаки. После захвата Плацдарма советское командование нарастило силы на Малой Земле до 17 тысяч человек. Бойцам Красной Армии удалось освободить к 10 февраля населенные пункты Олексина и Масхаку, а также 14 южных кварталов Новороссийска, расширив при этом Плацдарм до 30 квадратных километров. Защитники Малой Земли находились на крайне невыгодных позициях. Открытая, простреливаемая местность была мало приспособлена для обороны. Срочно пришлось проводить саперные работы. Вся занятая территория была изрыта траншеями, было оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов, более 500 огневых точек, созданы подземные склады, штаб скрывался на глубине 6 метров. Другой знаменитый участник обороны Малой Земли, Брежнев Леонид Ильич, в своей книге воспоминаний писал. Укрепленный Плацдарм стал своеобразным городом-крепостью. Появились даже улицы. Госпитальная, саперная, пехотная, матросская. На них не было ни одного дома. Неизвестно, кто придумал эти названия, но случайными они не были. Скажем, саперная – это овраг, защищенный от огня. А госпитальная – бугристая местность, насквозь простреливаемая, откуда люди часто попадали в госпитали. Мы знаем Брежнева как дряхлеющего старика, находящегося на вершине власти Советского Союза, слегка впадающего в маразм и любящего себя увешивать разного рода наградами. Но тогда, в 1943 году, он был полковником на должности начальника политотдела 18-й армии 4-го Украинского фронта. Неоднократно Брежнев посещал с морским десантом Малую Землю, лично участвовал в боях и воодушевлял солдат на боевые подвиги. Много раз он ходил на грани между жизнью и смертью. Однажды сейнер, на котором находился полковник Брежнев, налетел на мину. Его выкинуло за борт, и он чудом остался жив. Его подобрали матросы на шлюпке. Впоследствии он принимал самое активное участие в разработке планов по освобождению Новороссийска и лично командовал погрузкой десанта. За освобождение этого города Брежнев был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Недаром только в Новороссийске стоит один единственный памятник в стране этому политическому деятелю. 17 апреля противник ударной группой войск численностью до 27 тысяч человек перешел наступление на Малую Землю. Тяжелая артиллерия не смолкала несколько дней, сбрасывая свои смертоносные бомбы на защитников плацдарма. Пехота при поддержке танков предпринимала одну атаку за другой. Немецкая авиация имела подавляющее численное превосходство в небе. Только в первый день пикирующие бомбардировщики Ю-87 совершили более полторы тысячи боевых вылетов. На море действовали торпедные катера и подводные лодки, группа под названием «Бокс». Ей было приказано перерезать коммуникации и уничтожать отступающие с плацдарма советские войска. В эти дни батарея Зубкова не смолкала практически ни на секунду, парируя атаки врага. Ни один вражеский корабль не смог приблизиться к Семесской бухте. Когда же немецкие катера отступали, орудия разворачивались в сторону наступающей пехоты вермахта и часто срывали ее атаку. Защитники Малой Земли в эти тяжелые дни сражались упорно, но и на них нередко находила отчаяние и апатия. Замполиту Брежневу приходилось в это время быть на передовой, поднимая боевой дух солдат. Один раз ему даже пришлось физически воздействовать на расчет одного станкового пулемета. Рядовые, прибывшие из пополнения, растерялись и не открывали огня. Немцы на этом рубеже уже подошли вплотную к окопам и стали забрасывать их гранатами. После оплеух Брежнева пулемет застрочил и вел прицельный огонь по немцам, которые, понеся значительные потери, отступили, при этом бросив на поле боя несколько раненых. Падение плацдарма Малая Земля должно было быть приурочено ко дню рождения Гитлера, к 20 апреля, но этому не удалось сбыться. Немцы непрерывно атаковали плацдарм трое суток, до тех пор, пока из резерва ставки не прибыли три авиакорпуса и одна истребительная авиадивизия. На Северный Кавказ прибыли маршал Георгий Жуков и командующий советскими ВВС с мая 1943 года маршал Александр Новиков. Плацдарм Малая Земля был важен, и никто сражающихся на нем солдат бросать не думал. Советские летчики ринулись в бой. Над маленьким клочком земли разгорелись жаркие воздушные бои. С 29 апреля по 10 мая в течение каждого дня над головами малоземельцев происходило до 40 воздушных столкновений. Генерал-майор Савицкий Евгений Яковлевич, командующий 3-м истребительным авиакорпусом 8-й воздушной армии, не раз вылетал вместе со своими пилотами прикрывать малоземельцев от юнкерсов. Не мог усидеть на земле генерал, когда бои шли за его родной город. Находясь со своим ведомым Семеном Самойловым выше боя, Савицкий координировал действия пилотов, руководил боями, выявлял просчеты своих подчиненных, а также недостатки в тактике противника и отыскивал нужные решения на будущее. Если того требовала ситуация, Евгений Савицкий вступал в бой. Однажды, находясь выше ударной группы Яков, связавших боем гитлеровские бомбардировщики, самолеты генерала и его ведомого атаковала четверка мессершмиттов. Переворотом через крыло Савицкий ушел из-под трассы и полез вверх. Самойлов в это время связал боем два немецких истребителя. Набрав высоту, генерал перешел в пике и смог достать один из мессершмиттов очередью из своего пулемета. Вражеский истребитель задымил и ушел со снижением. Такие самолеты, которые неизвестно упали или добрались до своего аэродрома, генерал себе на счет не записывал. Немцы же, поняв, что, как говорится, не на тех напали, испарились. В другой раз, когда основная группа Яков связала боем мессершмитта противника и юнкерсы остались без прикрытия, генерал решил, что пришло время атаковать. Вместе с Амойловым они врезались в группу бомбардировщиков. Враг встретил их сплошной стеной огня. Воздушные стрелки юнкерсов старались вовсю, но Савицкий, прежде чем его сбили, успел поджечь два самолета противника. Колонна юнкерсов развалилась и потеряла строй, и в этот момент в нее врезались яки, которые к этому времени уже разделались с мессершмиттами. Савицкий тянул свою горящую машину до последнего в сторону советских войск, а Самойлов прикрывал своего командира. Немцы охотно расстреливали выбросившихся с парашютом летчиков в воздухе, да и в случае приземления необходимо было засечь место, чтобы легче было найти пилота. Савицкий приводнился с парашютом недалеко от восточного берега Цемесской бухты и был подобран матросами катера. В сентябре 1943 года пришло время попробовать на зубок и немецкую оборону. За время оккупации Новороссийск был превращен саперами вермахта в город-крепость. На подступах к нему были созданы пять линий траншей и система дотов. Также город прикрывали сплошные минные поля. В черте города было построено более 500 оборонительных сооружений. Подходы с моря прикрывались береговой артиллерией, минометными и пулеметными точками. В районе города занимали оборону пять пехотных дивизий и несколько отдельных частей 17-й армии. В ночь 10 сентября в 2 часа 44 минуты началась артиллерийская подготовка по вражеской обороне. С восточной стороны Цемесской бухты били 800 орудий и 227 установок реактивной артиллерии. Высадку десанта под прикрытием 148 самолетов производили прямо в порт Новороссийска. Немцы также отвечали сильным артиллерийским минометным огнем и даже смогли сорвать высадку второго эшелона. Высадиться в порту удалось двум отрядам, которые, закрепившись, связали часть немецких сил боем. В это время в районе цементного завода перешли в наступление основные силы 18-й армии. Целые сутки советские войска не могли взломать немецкую оборону, но, переведя огонь артиллерии на позиции немцев у цементного завода и подведя к нему дополнительные резервы, с 6 часам 11 сентября немецкая оборона была прорвана. Критическим в это время оказалось положение десанта, который вел ожесточенные бои в районе вокзала и элеватора. Немецкая пехота при поддержке танков, стремясь уничтожить морских пехотинцев, переходила в яростные атаки. В этих боях ярким лучом сияет подвиг морпехов под командованием Батылева Василия Андреевича. Это снова был куниковский отряд. Батылев возглавил его после смерти Цезаря Львовича и теперь должен был доказать право командовать этими героическими матросами. 35 десантников Батылева, захватив здание клуба моряков, в течение пяти дней без пищи, воды и при острой нехватке боеприпасов вели ожесточенную оборону в условиях окружения. Несколько раз Батылев вызывал огонь береговой артиллерии на себя и Зубкову приходилось, скрипя сердцем, накрывать позиции капитана-лейтенанта огнем своих орудий. После освобождения Новороссийска Батылев за этот подвиг также был награжден героем Советского Союза. История Малой Земли закончилась 16 сентября 1943 года, когда с этого плацдарма малоземельцы перешли в наступление, прорвали оборону противника в районе Станички и освободили город. Через Малую Землю за все время ее обороны прошло почти 79 тысяч человек. Часто при острой нехватке боеприпасов, голодные и умирающие от жажды бойцы удержали свой плацдарм, показав всему миру стойкость духа и вершину возможностей советского человека. Батылев Василий Андреевич после окончания войны продолжил службу в военно-морском флоте. В 1956 году уволился в звании капитана третьего ранга и вернулся на родину в Москву. Советский Евгений Яковлевич стал дважды героем Советского Союза. В 1955 году окончил высшую военную академию имени Ворошилова и дослужился до заместителя главнокомандующего войсками ПВО СССР. Зубков Андрей Эммануилович после победы над Германией со своими артиллеристами воевал с Японией на Дальнем Востоке. После окончил военно-морскую академию в городе Ленинграде и переехал на постоянное место жительства в полюбившийся ему Новороссийск. В 1997 году за заслуги перед городом Зубкову было присвоено звание почетного гражданина города-героя Новороссийска. Ну а Брежнев Леонид Ильич закончил войну в звании генерал-майора, был ранен и после войны принимал участие в параде победы на Красной площади. До конца жизни генеральный секретарь ЦК КПСС с теплотой вспоминал Малую Землю и даже написал книгу с одноименным названием. Субтитры создавал DimaTorzok